Мы с вами немножко попозже разберём все нюансы того, как попасть в вазу. Тема очень широкая, очень большая, и мы потратим достаточно много времени на это. И, конечно, желательно к практике подходить постепенно. Но я понимаю, что многим вам и многим из вас не втерпёж, хочется начать как можно раньше. Поэтому перед тем, как мы с вами начнём постепенную теоретическую подготовку, я вынужден дать вам сразу же инструкцию с той целью, что вы буквально с сегодняшнего дня могли приступить к практике. И пока вы поднимаете свою теоретическую базу, вы могли получать практику. Для этого я вам дам самый простой способ. Я его объясню как можно более в простом варианте. Он вам позволит не только получать практику, но и сразу же участвовать в наших экспериментах. Мы много раз об этом поговорим. Список экспериментов, то есть тех задач, которые вы можете себе поставить в фазе, он у вас есть в разделе экспериментов. Итак, техник очень много. Есть сложные, есть очень простые. Начинать лучше всего с непрямого метода. Попозже подробно его разберём. Но сейчас самый простой алгоритм действий. Итак, к примеру, вы решили попасть в фазу сегодня. Для начала вы хорошенько продумываете, что вы там собираетесь делать. Вспоминайте свои личные цели или какие-то эксперименты. После этого вы вложитесь в кровать, засыпаете. Перед этим обязательно ставите будильник приблизительно на 2-3 часа до окончательного пробуждения. И просто ложитесь спать. Чем лучше ночью поспите, тем лучше. Когда вы стоите по будильнику, буквально на пару минут встаньте, попейте водички, вспомните план действий, сходите в туалет, снова ложитесь. И вот тут мы с вами как раз-таки приступаем к практике. Действия все очень простые. Ваша задача на каждом следующем пробуждении, то есть нужно заснуть обязательно снова, на каждом следующем пробуждении просыпаться и первое действие попытаться оказаться возле цели. Допустим, я только проснулся, и первое, что должен сделать, к примеру, оказаться возле зеркала, если моя цель оказаться возле зеркала. Или, допустим, увидеть какого-то человека, если моя цель увидеть этого человека. Я просыпаюсь, и в течение нескольких секунд я пытаюсь во что бы то ни стало представить себя возле цели. Пытаюсь ощутить себя возле неё, вживаясь, перетекая в эти ощущения, пытаюсь себя почувствовать возле этой цели. То есть первые несколько секунд я пытаюсь оказаться там, куда я хотел попасть. Если это получилось, вы оказываетесь там, вы уже находитесь в фазе, вы не должны чувствовать своё тело в кровати, и вы осуществляете план действий. Если же у вас не получилось, то есть вы несколько секунд пытались где-то оказаться, и у вас это не вышло, вы пробуете встать, выкатиться или взлететь. Мы с вами отдельно обсудим, что такое разделение, но смысл простой. Не напрягая мышцы, вы в буквальном смысле должны попробовать встать, либо выкатиться вбок, либо взлететь. На первый взгляд это звучит всё непонятно, как это можно делать, но когда вы просыпаетесь физиологически, вы находитесь уже в нужном состоянии, и подобные парадоксальные действия могут приводить к результату. Поэтому просыпаемся, сразу же пытаемся оказаться возле цели. Если у нас это не получилось, мы ещё секунд 10-15 пытаемся в буквальном смысле встать, выкатиться, либо взлететь. Не задумывайтесь, как это делать. Будете задумываться, вы всё испортите, просто пытайтесь это делать. Как только у вас получится выкатиться, встать или взлететь, вы тут же идёте и осуществляете заранее поставленную задачу. К примеру, если вам нужно было оказаться у зеркала, вы у него оказываетесь. Если вам нужно было оказаться в каком-то месте, вы туда идёте, или на тех какого-то человека, вы сразу туда идёте. Если у вас ничего не получилось на пробуждение в течение полуминуты, тогда вы снова засыпаете с мыслью, я сейчас проснусь и снова попробую. И таким образом ваша задача каждое утро набивать как можно больше попыток. Ещё раз, всё очень просто. Мы заводим будильник где-то на 2-3 часа до окончательного пробуждения. Встаём в это время ночью под утро, вспоминаем план действий, снова засыпаем и на каждом пробуждении штампуем попытки. Чем их будет больше, тем будет лучше. Каждый раз, просыпаясь, мы тут же, без каких-либо техник, пытаемся себя представить возле нужного нам места. Буквально вживаемся в это ощущение, перетекаем туда. Если у нас это не получается, мы ещё в течение 10-15 секунд, может быть, чуть больше, пытаемся разделиться. Выкатиться, встать, взлететь. И так каждый раз. Не получилось, засыпаем в смысле, сейчас проснусь и снова попробуем. И таким образом за одно утро можно сделать от 1 до 5-6 попыток. Смысл заключается в том, что 1 из 3, 1 из 2 попыток будет в среднем эффективна. Исходя из этого, достаточно обычному человеку 2-3 дня подобных попыток, чтобы хотя бы раз это получилось. У многих это получается практически каждый раз. Понятно, что алгоритм дан в упрощённом виде, и мы будем очень подробно его разбирать дальше. Но сейчас, на данном этапе, вам достаточно знать, что нужно просыпаться под утро и набивать количество попыток. Важный момент. Ваши попытки не должны происходить больше, чем 2-3 дня в неделю. То есть, выберите 2-3 дня в неделю, когда вы можете больше спать, и именно в этот промежуток времени делайте попытки. Мы попозже поговорим, почему нельзя на начальном этапе делать больше, но это имеет критическое значение. Поэтому пусть это будет 2-3 дня в неделю, но с максимальным количеством попыток. Выполняя подобные алгоритмы действий, вы не только можете попасть в фазу, разделившись или оказавшись в каком-то месте на пробуждение, но у вас также резко возрастает вероятность осознания себя во сне. Поэтому будьте к этому готовы, и учитывайте, что осознание себя во сне является бонусом к выполнению техник на пробуждение. Поэтому пробуйте, штампуйте попытки. И кроме того, что вы можете оказаться в фазе умышленно, вы еще можете осознать себя во сне. Осознав себя во сне, действовать нужно точно так же, как будто вы разделились. То есть, сразу же идем к цели и осуществляем поставленные заранее задачи. Итак, последний раз повторяю алгоритм действий. Ваша задача в ту ночь, когда вы собираетесь попасть в фазу, сначала просто спать, затем просыпаться по будильнику, заранее поставленному, за 2-3 часа до окончательного пробуждения. Встать в этот момент, походить, выпить водички, вспомнить план действий и снова ложиться спать с намерением просыпаться дальше и на каждом пробуждении штамповать попытки. С этой мыслью мы засыпаем. Как только мы просыпаемся, мы сразу же пытаемся оказаться у цели, представляем себя в каком-то месте, возле чего-то. Буквально 10-15 секунд вживаемся в эти ощущения. Если не получилось, мы еще 10-15 секунд пытаемся во что бы то ни стало разделиться. Встать, выкатиться и взлететь. Не напрягая мышцу, в буквальном смысле нужно осуществлять эти действия. Не задумывайтесь, как это делать. Мы это чуть попозже обсудим. Ваша задача просто просыпаться и перебирать эти простые действия. Оказаться у цели и техники разделения. В течение полуминуты ничего не сработало. Это не страшно. У вас будет еще много других попыток. Засыпаем. Смыслу сейчас проснусь и буду пробовать снова. Если у вас нет возможности спать долго, вы это же самое можете пробовать среди ночи. То есть просыпаясь ночью. Для этого нужно засыпая вечером ставить себе такую задачу, чтобы просыпаться и делать попытки. Либо после дневного сна, к примеру, если у вас есть возможность вздремнуть днем, вы засыпаете смысл, что как только вы проснетесь, попробуете тут же оказаться возле цели 10-15 секунд. Если не получится, попробуйте разделиться. Ваша задача просто это пробовать. И у вас теперь есть алгоритм действий на тот период, пока мы с вами проходим подготовительные знания. Дальше все будет гораздо сложнее. Алгоритм на самом деле в разы сложнее. Но даже в таком примитивном виде он позволяет получить эффект очень быстро. К примеру, на моих семинарах живых приблизительно половина, иногда две трети результатов приходится именно на эту часть алгоритма. Да, вы можете, выполняя техники на пробуждение, получить еще больше результата, но все равно в половине случаев как минимум срабатывает попытка оказаться возле цели и сразу же разделиться. Дальнейшее действие позволяет увеличить эффективность, но на начальном этапе вам совершенно не нужно это знать.